здравствуйте это снова рыбалка не для всех сейчас я зачитаю отредактированный текст более короткий и емкий о знакомстве топ озером я озеро тикши озеро и районами с водоемами вокруг них так сначала мы запустим этот это звуковой звуковая дорожка будет то фоне видео записывала на территории рыболовной базы как а сальма и ее окрестностях я решил сначала рассказать об озерах лоовского района насколько я мои друзья туристы жители этого района и гости рассказывали мне моим друзьям об этих водоемах или хотели рассказать тоже наша сугубо сугубо наше суждение видение скорее всего не будет совпадать со многими роликами и рассказами про рыбалку лоовском районе и только потом я решил рекламировать саму базу как а сальма чтобы сначала желающие посетить эти места представляли что их ждет вокруг на территории вокруг базы как а сальма сейчас будет бурга так надеюсь я уложусь база будет работать с октября 2019 года не только как рыболовная но и как туристическая охота на базе заведует индивидуальный предприниматель корнеев андрей валентинович для поездки в лес за зверем использовалась раньше вся техника базы как а сальма теперь для поездки в лес за зверем будет использоваться только его личная основная услуга базы это организация рыбалки и именно для этого было закуплено два снегохода полярис вайтраки которые были успешно сломаны в лесу лесу живет только техника с воздушным охлаждением а для поездок по льду и водяной каши нужна мощная техника с водяным охлаждением что мы можем предложить предложить туристам снегоходчиков квадроциклистам подробно будет рассказывать в следующих роликах будут тропы здоровья тропы не трассы для квадроциклов велосипедов и снегоходов будут оборудованы беседки и стоянки на этих тропах то есть это будет действительно именно путешествие по лесу по таким довольно-таки узким зимником и лесовозным дорогам то есть прихватить со скоростью 100 120 по ним нельзя будет ну если только по болотам там будут участки километров по три четыре два где можно прихватить болото для рыбаков будут построены понтоны которые позволят ловить рыбу в сезон тонкого льда и когда на льду много воды я считаю что понтоны на этот кс хотел делать снегоход выехал участь и вот тут сейчас перемещается будут понтоны этот когда будет тонкий лед а этот сезон в карелии очень длительный тонкого льда то есть и на лодке не положишь не выйдешь и пешком не походишь по льду провалишься а понтоны где-то представляем как они будут выглядеть так 50 метров от берега 100 метров вдоль берега и 50 метров назад до опять до берега и можно будет по ним ходить и ловить рыбу и в сезон становления льда и в сезон таяния льда почему рыбалка не для всех просто мы летом используем для передвижения по воде и тонкого льду катера с моторами 200 225 лошадиных сил что значит по тонкому льду это когда загубины уже покрылись льдом наши катера этот лед до ломают сантиметров до пяти единственная проблема когда если мороз лед поломал катер дальше он должен опять по новому льду вот там где он поломал уже лед будет крепкий он уже заберется на эту ну то есть не сломает тоже лед то есть он заново ломает лед новую дорожку все тела и тут когда эти дорожки закончатся туда уже не может ломать лед и ломает он где-то до пяти сантиметров а дальше веса не хватает может залазить то есть это где-то с октября до ноября вполне возможно ловить потому что центральная часть озера не покрыта льдом что понятно доступно немногим мы имеем ввиду катера с такими моторами и для большинства рыбаков наш опыт и советы не будут полезны а наоборот будут выглядеть как издевательство зимой также мы используем технику на шинах низкого давления что позволяет открывать и закрывать сезон раньше и позже основной контингент рыбаков я начал ловить в карелии с 2001 года поездки сначала были южную карелию потом ну как и большинство потом центральную и северную как и большинство рыбаков я ловил на пвх-шки 36 метров длиной такая она с увеличенными бортами мнев и с мотором 5 18 лошадиных сил и всегда на больших акваториях я зависел от ветра сильный ветер сиди на берегу теперь я и мои друзья гости кокосальмы ловят рыбу независимо от капризов природы для успешной рыбалки на топ озере и пя озере нужны катера которые позволят ловить волну больше метра на этих озерах рыба быстро передвигается на довольно большие расстояния и это все из-за ветровых течений которые переносит планктон за которым движется ряпушка а за ней хищники и какой бы вы смелый не были водитель пвх посредства даже если там мотор 20 лошадиных сил на нем вы не сможете пересечь 20 километров открытого пространства воды если волна больше метра чтобы потом спрятаться за островами около которых сегодня крутится рыба а именно при такой волне были пойманы все наши и наших костей значимой трофеи я имею ввиду не количество рыбы а ее размер голос за кадром принадлежит не автонделу автондел псевдоним группа рыбаков и гостей рыбаков жителей лавовского района чтобы в этом канале можно было выкладывать мнение пожелания не только меня а из всех гостей и работников базы касаемо про топ и пя озера наверное я я начну потом на паузу поставлю договорила видео будет молчать в статическом режиме про топ и пя озера после строительства электростанции хотя нет то что ж такое все обрезать надо ну что что наверное на сохранение стало в это за